Канал NHL в полете приветствует вас и это обзор двух дней которые прошли под эгидой матчей всех звезд а также индивидуальных соревнований вот сейчас мы с вами смотрим отрывки из турнира по тому кто быстрее проедет все хоккейное поле весь ледовый каток ну и принципе вы можете сами сейчас увидеть какие показатели дали каждый из хоккеистов ну и Джордан Кайру выигрывает это состязание за 13.3 он успел проехать быстрее всех чуть-чуть его не догнал Конор Макдэвид Адриан Кэмпе и также вот Кейл Маккар они были самые близкие к тому чтобы побить этот рекорд но к сожалению здесь всего одна попытка и давать конечно такой конкурс на холодную так скажем на холодные мышцы это не совсем правильно на мой взгляд все-таки должна быть какая-то разминка должна быть какое-то перед этим может быть мини состязание следующий у нас турнир это по самому сильному броску Адам Пелек дебютирует самым первым выходит и у него бросок 102 и 2 он станет вторым в общем зачете Тима Майер у него первый бросок также не очень быстрый второй уже посерьезнее то миль в час ну и естественно главный претендент Виктор Хэдман 102 и 7 первый бросок и второй бросок он заряжает уже посерьезнее 103 и 2 и собственно понятно что здесь уже вряд ли кто-то его сможет убить Том Уилсон займет третье место у него первый бросок 96 и 8 а второй 101 и 1 ну и в принципе заслуженно абсолютно Виктор Хэдман забирает эту награду у него самый сильный бросок пока что в лиге ну а это такой вот турнир между дуэтами вартарей Кэмбелл и Василевский отразили самый большой у них был стрик из 9 отраженных бросков то есть 9 отраженных бросков подряд они смогли сделать после них Татчер Демко и Джон Гибсон смогли 3 отразить броска максимум подряд Кэм Телбот и Юсы Сарос также 3 отразили броска подряд максимум и Фредерик Андерсон и Тристан Джарри наименьшее количество показали только 2 отраженных броска подряд и выигрывает с очень огромным преимуществом пара Кэмбелла и Василевского в принципе достойный очень результат хотя конечно они выступали самыми первыми опять же хоккеисты не совсем разогрелись Леон Драйзайтель начинает первым конкурс по выбиванию четырех мишеней на скорость и выступает хуже всех у него результат 36 54 это очень было странно Расмус Далин за 17 и 2 успевает все четыре цели оформить вот нам показывают процент попадания за карьеру у лучших игроков в лиге в истории вообще и Себастьян Аха все-таки смог быстрее всех за 10 и 9 все четыре цели оформить однако вот смотрите ему пока он сам показывает что вроде как я последнюю цель не выбил но судья определил что шайба все-таки успела удариться о левую мишень девятки и джек генцел имел огромнейшую возможность успеть раньше него оформить все четыре цели но последний бросок у него не удался и пришлось еще раз бросать он потерял две секунды и не смог опередить ахо также у трое терри был шанс но на три секунды он опаздывает джонни гудро оформляет свой результат за 17 8 тоже у него тут были ошибки с обработкой шайбы но и шайбы тоже не сразу дают откровенно говоря как-то лениво патрис берджеран понятное дело уже и в силу возраста и в силу своего стиля игры не так силен в этом турнире поэтому я вряд ли думаю что себастиана ахо здесь кто-то обойдет и в принципе так оно и случилось джонатан марчису за 27 секунд тоже результат показывает и вот этот интересный у нас следующий турнир мне он в принципе понравился в джонатан юберду за 39 секунд оформил 5 шайб по всем кругом выбрасывания плюс ворота сейчас вам покажет роман йоси как это правильно делается пока что выступать лоджи ру за 22 и 6 он успел результат оформить следующим идет это по-моему эберли был также тут выступала жаслин ламурё которая является олимпийской чемпионкой 2018 года в составе сборной сша на олимпийских играх и за 11 секунд роман йоси ставит рекорд данном соревновании после него ник сузуки выступая 22 секунды и марк стоун несмотря на то что у него вылетела шайба из правого круга вбрасывания дальнего все таки ему засчитали остается веренский и йоси напоследок и перенский выигрывает йоси там чуть ли не за 36 секунд оформил свою вторую попытку и поэтому на конечно это было смотреть не очень приятно следующий конкурс это выбить 21 очко на игральных картах которые стоят на стенде далеко от игроков и естественно нужно выбить 21 то есть набрать 10 потом 11 дома король туз валет остается у нас трое игроков станка с кадре и по велске так как они быстрее всех набрали это 21 очко кадре свой бросок промазывает по велске попадает ему остается в забить только одну чтобы выиграть и он выигрывает выбивает по-моему там дама была вот стемка сейчас мог выбить но попал в четверку и джо павелске забивает забирает турнир вполне неплохая идея мне кажется и неплохо было бы ее дальше развивать но вот это самый странный конечно бросковый бросковое соревнование тут буллиты мануны риом бывшая канадская хоккеистка первая выступающая в хэл и второй это white russell он по моему актер первым исполняет свой буллит кирилл капризов он одевается в овечки на начинает вот это вот начинает ритуал который овечкин делает ну и сам буллит получается конечно таким не совсем эффектным но это чисто такая дань уважения и согласен с оценкой 6 потому что тут выполнением буллита конечно серьезным и не пахнет и единственная большой оценку получает 9 от комика не помню как его зовут он победитель второго сезона талантов в американском шоу и вот тревер зигрес он оделся в форму игроков из фильма 2004 года с винсом воном и беном стиллером я к сожалению тот фильм не смотрел поэтому не могу оценить но в америке он имеет более-менее культовый статус и отличный красивый действительно буллит у него выходит и ему дают довольно таки высокие оценки 10 9 9 10 и 10 10 то есть серьезный мужчина на самом деле и красиво он все выполнил помог что джеку хьюзу джек юз бил про первый буллит он про простенький вышел не попал и после этого уже вот начинается магия он нам показывает что внутри ничего нету кидая туда клюшку кидая туда краги кидая туда сундук в общем сейчас будет какой-то фокус ахалай махалай мини джек вылезай и так далее но это все конечно уже было и не раз в нхл поэтому что-то тут такого интересного нет но несмотря на все это получается довольно таки изящно красиво то более-менее оригинально все-таки узи играется на мой взгляд если брать оба аспекта до эффектность и эффективность у него получилось самая вот такая вот более-менее золотая середина хотя тоже конечно не сказать что буллит сам по себе вышел прям идеально красивым и засмотришься открыв рот ну вот вылезает мини джек и естественно как же ему не забить он прекрасно забивает и дают за это очень высокие оценки все десятки и он побеждает пока что трава разиграс а теперь выходит алекс дебринкетт в компании товарищей вместе с людьми которые делают так скажем пародию или просто копию не знаю флешмоб на героев фильма мальчишник вегасе или правильный перевод у этого фильма похмелье сам дебринкетт переоделся в актера за как или фанакиса его героя не знаю как зовут простите меня не смотрел ни одной части и вот здесь выходит алекс петранжело первый такой же был булит как у джека хьюза просто бросок по воротам не выпало потом какой-то комик вылез из трибун на него сфокусировалась камера и джон хэм актер известный по фильму малыш на драйве и в принципе он сейчас уже более знаменитый чем когда либо дает 19 очков и причем это засчитывает что самое интересное ну ладно переходим к матчу всех звезд забивает том уилсон за дивизион столичный отвечает тихий дивизион голом тима майера 1-1 становится счет снова метрополитен в атаке это уже к лоджеру 2-1 ну я думаю прекрасно все понимают тут объяснять не надо что это конечно игра не на спортивно ориентированную так скажем аудиторию она больше развлекательную 3-1 повели игроки столичного дивизиона еще один шанс они имели но гибсон все-таки решил немножко заинтересовать публику сделать какой-то красивый сейф тихий дивизион отыгрывается быть потихоньку 2-3 становится счет джордан эберли сделает счет делать счет 3-2 джек юз выводит свою команду от столичного дивизиона в 4-3 потом становится 5-3 счет и к лоджеру уже в пустые ворота ставят отметку на 6 против 3 но тихие не сдаются не такие уж они и тихие одну шайбу забивает марк стоун потом забивает джонатан марчесу но к сожалению за 20 секунд две шайбы одна в конец ну засчитывают конечно но это все развлечения конечно развлечения тут ничего такого специфического центральный дивизион против атлантического центральный дивизион выходит 1-0 в этом матче после этого атлантический отвечает алекс дебринкетт делает счет 2-1 в пользу центрального здесь выходит на замкадре в 1-0 это вообще вот этот второй матч я если честно это была моя третье наверное или вторая игра матчи всех звезд и 1 который я смотрел онлайн то есть до этого я смотрел все записи я конечно с первых двух раз все понял что это не мой уровень и не развлекает меня это зрелище больше она конечно ориентирована на какую-то другую публику но об этом позже и вот здесь и тоже два сейва делает я так понимаю там андерсон стоит в воротах я не успел увидеть номер или вот кэмпбелл ну кто-то из них и вот здесь вытаскивают ребята и да не досказал что я смотрел этот матч и если честно вот на этом матче я уже уснул потому что ну прям совсем как-то вяленько было вот этот атлантический против центрального ничего они такого специфического не показывали каждое можно сказать 10-20 секунд выходили один в ноль причем не торопясь не сбивая атаки ничего и ну ну так себе в общем второй матч я прям совсем не оценил первый он еще был пободрее центральный уже повел 65 75 алекс дебринкетт ставит в принципе точку джо павелский добавляет еще одну точку и 85 центральный дивизион выходит в финал там они встретятся со столичным здесь тоже самое в принципе ничего нового ожидать не стоит евгений кузнецов забивает первую шайбу за метрополитен отвечает центральный дивизион голом не вижу кого к сожалению извините и метрополитен снова выходит вперед это вам тима майор был к лоджеру а ассистентом становится в еще одной шайбы для столичного дивизиона на замкадре забивает за центральный и вроде как остается интрига первый период но опять выходы 10 это джек юз в девятину в дальнюю но тут конечно камбал вообще даже не старается в принципе капризов выходит с повелский два в один забивает джо павелский 4 3 становится счет но это встреча попадрей на самом деле вышла всех остальных тут хотя бы интрига какая-то была ребята более-менее старались 300 жаре пуп пропускает еще одну шайбу встаю в свои ворота после этого алекс дебринкетт еще раз счет увеличивает но там офсайд был понятное дело что здесь ничего не засчитывают и 5-3 окончательный счет данной встречи дивизион столичный выигрывает и mvp получать лоджеру плюс ему дали машину ну и не знаю дадут ли ему деньги которые обещаны команде победительница но тем не менее хотя бы утешительный приз так вот немного мыслей по матчу всех звезд понятное дело что конечно это ориентировано все больше на развлечения на ну какой то вот знаете веселье да то есть это бродячий цирк без осуждения до без оскорбления то просто бродячий цирк где приехали атлеты да вот силачи не знаю представляете все такое не тут раньше ну думаю видели хотя бы в кино и вот это вот примерно то же самое бродячий цирк в котором просто приехали развлечь вас то есть силовое что-то да есть что-то спортивное но это как реслинг то есть никто не рассчитывает на честную борьбу на схватку на то что кто-то кому-то докажет что-то кто-то будет сильнее кто-то будет слабее и так далее там поэтому конечно я думаю что если вывешивать какую-то ссылку на данную коммерческую так скажем идею то вряд ли это должен быть матч всех звезд потому что матч он подразумевает себя будет какое-то сражение между двумя командами и люди ожидают все таки так или иначе спорта а вот то что показывают сейчас и это конечно ну на матч всех звезд вообще не похоже и единственное что можно посмотреть это вот этот конкурсы турниры да потому кто лучший кто худший но это даже вот я посмотрел не особо то стараются игроки то есть им нечего доказывать денег им за это не дают и так далее и тому подобное поэтому я считаю что нужно вот например в нб и последняя игра 2001 года где можно было еще смотреть матч всех звезд и там реально зарубились команду очень серьезно они прям но естественно они не старались друг друга травмировать не старались драться не старались как-то агрессивно да на друг друга действовать чтобы не дай бог кого-то не травмировать не переусердствовать но тем не менее там была видна борьба там было видно что люди хотят что-то кому-то доказать и вот этого бы хотелось тоже увидеть в нхл чтобы доставляла удовольствие не только визуально да но и чисто спортивная чтобы ты мог поболеть за любимого игрока за команду которую он представляет и тогда ли тому подобное не знаю может были такие истории в нхл но вот то что я смотрел это нулевые года десятая года это конечно все даже с вот этим миллионом это но не то не то если бы я думаю 8 миллионов давали на команду может быть мотивация игроков подросла чтобы играть действительно в полную силу или хотя бы на 70 на 80 процентов пропустили мы три дня страниц истории нхл давайте их восполним 3 февраля 1999 года вашингтон капитал забили 9 голов за 11 минут 32 секунды и поставили рекорд нхл 4 февраля 2019 года филадельфия flyers выиграла свой двухтысячный матч в регулярном чемпионате нхл с момента их основания 1967 году наконец горди хоу 5 февраля 1980 года вернулся в детройт где его стоя встречали для матча всех звезд мы отдыхаем еще два дня а после нас ждет возвращение к регулярному чемпионату национальной хоккейной лиге